Микс Ньюз. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в рамках передачи «Зрев корень» прямо не один, доктор, а два. Доктор, это уважаемый профессор Игорь Саламатин и врач-офтальмолог Яна Гертна. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, мы вот до эфира договорились, что сейчас сделаем такую, ну, не знаю, интригу, интригу, такое глобальное название «Вызовы времени». Вот что это за вызовы времени? И я так понимаю, что это вызовы именно в медицине. Готовясь к сегодняшней передаче, мы решили, о чём было бы интересно и, наверное, очень важно услышать нашим радиослушателям и практически вообще, наверное, многим людям и задуматься. Дело в том, что современная жизнь, век, действительно дают нам новые вызовы. Вызовы эти связаны со здоровьем населения, с глобальным, с экономическими проблемами, которые тоже возникают при рассмотрении тех или иных проблем. Вот, например, если мы говорим о заболеваниях, которые имеют, глазных заболеваниях, поскольку мы всё-таки офтальмологи, давайте коснёмся всё-таки вопроса именно с этой стороны, глаза и здоровье, глаза и экономика. Если мы говорим, если начнём с самого начала, с детства, какой основной сейчас вызов времени? Вот тот, который, фактически, наверное, каждый сразу вспомнит, близорукость, которая стала глобальной проблемой. Это уже даже не эпидемия, говорят о пандемии близорукости. Представляете, это не инфекционное заболевание, это нельзя её подхватить как насморк или заразиться. А тем не менее, это пандемия, которая имеет очень чёткое, даже экономическое выражение в потерях экономических имеется в виду. Американцы всё считают. Мы знаем, что Америка – это про деньги всегда, да? Да. Они посчитали, сколько миллиардов стоит близорукость, скажем, в том или ином регионе. И особенно сейчас эта острая проблема стоит для стран азиатского, восточного региона, но и Европы не осталась в стороне, соответственно, и мы, потому что если ещё недавно близоруких людей в популяции, скажем так, в общей совокупности было от 5 до 10%, потом этот процент немножко увеличился до 15%, то сегодня взрослый, молодой человек практически в популяции это 35-40% людей близоруких в Европе, а в Азии до 95% уже доходит. Но это действительно связано с влиянием времени, или кто-то может сказать, ну, может быть, раньше так не обследовали? Обследовали. Дело не в обследовании, а именно в изменении образа жизни, цивилизации, за всё надо платить, мы это знаем, да? И вот это именно болезни цивилизации. Очень раннее начало зрительной нагрузки, появление гаджетов, нахождение внутри помещений. Вообще, как таковая грамотность и цивилизация за собой, мы знаем, тянут целый шлейф болезней. И вот близорукость – это одна из них. То есть если просто мы говорим о плохом зрении, о том, что человек начинает хуже видеть вдаль, ему там выписывают очки, контактные линзы, или даже делают со временем операцию, это ещё полбеды. Но на фоне просто близоруких людей появляется большое количество людей, возрастает процент с тяжёлыми осложнениями глаз. То есть близорукость сверхвысоких степеней, там минус 10, вы, наверное, слышали, есть такие люди, которые ходят в очень толстых очках, или там даже больше. К сожалению, это приводит не только к тому, что им нужны стёкла с большими диоптерами, а в том, что у них начинаются серьёзные проблемы внутри глаз, которые решают их нормальные работоспособности. И поэтому мировые программы, ВОЗовские, исследовательские, направлены на то, чтобы выявить эту сперва причину, разобраться в её, выявить эту проблему, возобраться в её причинах, и дальше как можно с этим бороться. Вот это является одним из вызовов времени, я пока охарактеризовала первое. Я бы всё-таки пропонировал, потому что, ну что такое близорукость, ничего страшного. Ну, одели очки, надели контактные линзы, это же не смертельно. Походили, сменили, усилили. Ну, переросло в большую степень, ничего страшного. Сделали лазер-коагуляцию, потом, может быть, всё-таки лазерную коррекцию, или там поставили искусственную линзу внутрь глаза. Короче говоря, ведь близорукость сегодня не является такой уже нерешённой проблемой в офтальмологии. Но это не уменьшает количество всё равно страдающих, скажем так. К сожалению, вот здесь вы правы, да, это не уменьшает количество страдающих, в основном психологически. Потому что я хотел сказать другое. Вот как бы не звучали эти слова в общем, там экономика, там политика, прогресс науки, прогресс промышленности. Всё-таки любое заболевание за собой тащит и науку, и промышленность, и потребление, и всё остальное. Так вот, я хотел сказать, что это не звучит в общем. Это звучит конкретно для каждого. И колокол, вот он бьёт каждому. Каждому. Потому что рано или поздно в каждой семье появится человек, у которого будут проблемы. Именно с близорукостью. А что это означает? Чисто психологически. Я же говорю, что близорукость к смерти не приводит. Это не инфекция, ничего. Да, вопрос в другом. Вопрос в том, что человек сразу становится ограниченным на рынке труда. Человек сразу становится ограниченным на рынке профессий. Человек сразу становится ограниченным в каких-то спортивных делах, спортивных достижениях. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, вот этот вопрос, который моя коллега сейчас подняла, безусловно, очень важен. И, пожалуйста, каждый всё-таки задумайтесь, что это не обойдёт ни одну семью. Это интересно. Я не могу об этом не сказать. На днях вот я тоже забегал в вашу клинику, что я обратил внимание, ну, видел, как журналист должен быть наблюдательный, очень много людей. И вот на втором этаже клиники, да, и на пятом этаже клиники. И я так понимаю, что это ведь говорит не о том, что вдруг случилась какая-то вот там неожиданная вспышка. Это говорит о том, что действительно количество пациентов, в том числе, наверное, с безорукостью, оно растёт. Конечно. И что-то ещё хочется сказать. Ну, помимо того, что мы теперь назвали проблему, так сказать, своим именем, мало просто назвать и развести руками. Как мы знаем, безорукость нельзя вылечить таблетками или как-то остановить. Но поскольку, вот ещё раз, я вернусь к глобальности такой в этой проблеме, в мире ведутся действительно очень серьёзные исследовательские работы ведётся, да, которая проводится на очень больших массах людей, которые позволяют, во-первых, выявить основную причинность, так сказать, возникновения этой проблемы. И всё-таки что с этим делать? Как не довести человечество до тотальной этой самой близорукости, когда каждый человек будет ходить в очках, в линзах? С одной стороны, конечно, где-то для производителей это выгодно, потому что это всё потребители, которые будут потреблять товар. Но всё-таки мы сейчас говорим с каких-то гуманистических позиций. Нас интересует не только поступление средств в экономику от того, что люди будут покупать очки или делать лазерную коррекцию. Поэтому в мире разработаны были, опять же, сейчас пока в азиатском регионе в основном, глобальные программы борьбы с этой проблемой. В частности, интересная вещь – это атропинизация, массовая атропинизация детей. Что такое атропин? Наверное, каждый слышал, что есть такое вещество. Его в медицине примеряют, в данном случае, в офтальмологии, именно для расширения зрачка, при диагностических исследованиях, при некоторых заболеваниях его используют. Атропин – это экстракт атропобелодонны, растительного происхождения. Так вот, атропин оказывает, помимо того, что он расширяет зрачок, он ещё и снимает, скажем так, излишнее мышечное напряжение, и ещё имеет какие-то не до конца изученные механизмы воздействия на глаз, позволяющие тормозить развитие близорукости. Поэтому выпущены даже специальные капли в очень низком разведении. Надо сказать, что это практически гомеопатия. Только я говорю не о гомеопатии, а всё-таки об официальной медицине. Но тем не менее, дозы почти невидимые, которые рекомендуются к употреблению длительным. Например, школьникам китайским закапывают этот атропин на протяжении нескольких лет и наблюдают за тем, как удаётся затормозить вот это бурное развитие близорукости, которое именно приводит при больших степенях фактически к инвалидности. То есть мир начинает вводить новые программы. Это новое, это то, чего ещё совсем недавно не было. Вот эта вот массовая тропинизация, она будет, скорее всего, и реальностью в Европе. В Европе сейчас заканчиваются клинические исследования, потому что любое медицинское, скажем так, вмешательство должно иметь обоснование. Мы пользуемся только доказательной медициной. Именно доказательная медицина пока в исследованиях показывает эффективность атропинизации массовой. Так что готовьте, скорее всего, скоро всем детям будут один раз в день закапывать капельки атропина. Как это будет организовано, пока ещё не знаю. Родители или сама школа будет как-то этим заниматься. Одним словом, это будет такой тоже тотальной борьбой с прогрессированием близорукости. Поэтому вот мы хотим к этому привлечь внимание, чтобы вы не забывали и вовремя посещали врачей. Кроме капель, я ещё хотел напомнить, есть ещё так называемые ночные контактные линзы, которые тоже являются одним из способов доказанных. Если мы говорим о профилактике, ну ещё раньше, в тот век, пока ещё не было интернета, гаджетов, все различные, когда ты спрашивал у человека, у которого очень большой минус, я у него спрашивал, а как ты испортил зрение? Чаще всего я слышал ответ, ну я читал Лёша, я читал Лёша. Ну сейчас, наверное, вообще, если человек читает книгу бумажную, это уже хорошо, не важно, лёжа или сидя, да по другой причине. Это аплодисменты. Это аплодисменты, да. А всё-таки, говоря о нынешних проблемах с близорукостью, всё-таки что это? Это большое количество времени, которое в день проводят, в том числе дети, за всеми этими гаджетами, что это? Всемирные исследования показали и выявили основные положения, которые приводят к такой массовой близорукости в мире. Это нахождение внутри помещений, это, то есть, если мы говорим, больше находиться на улице, это как рекомендация, находиться на солнце, как ни странно, потому что солнце и витамин D играют очень важную роль именно в торможении, скажем так, близорукости, то есть нормальном развитии глаза. Роль играет вообще цивилизация, чем исследовали группы людей, доказали, что чем больше, выше уровень образования, тем выше в этом обществе количество близоруких. Наследственность. Если один родитель является близоруким, то риск ребёнка получить близорукость где-то колеблется около 15%. Если оба, то, скорее всего, 30% вероятность того, что он тоже будет близоруким. И поэтому рекомендации тоже, опять же, Всемирная организация захоронения, это обязательно, это касается организации учебного процесса, обязательно больше времени ученикам давать возможности находиться где-то на свежем воздухе, не только в стенах школы. И обязательно, конечно, большая нагрузка на близком расстоянии, опять же, приводит к тому, что это как раз гаджеты. Да, работа вблизи является одной из основных проблем, которые сегодня приводят к близорукости. Второй вызов времени, о котором мы сегодня хотели бы поговорить, это, наверное, вирусные заболевания глаз. Всем известный вирус герпеса, то самое, что называют простудой на губе. Фактически инфицировано почти 100% населения мирового. Герпез острый, да. И герпез острый – это одна из разновидностей герпеса, более опасная, это опоясывающая лишающая. Ещё его называют, когда высыпания идут по ходу нерва, и бывают очень сильнейшие боли, вплоть до того, что снимаются только наркотическими буквально медикаментами. Но если мы говорим о банальном герпесе, который, герпес-симплекс так и называется, простой герпес вируса человека, первого или второго типа, который часто имеет эти высыпания, знакомые на лице, оказывается, в современном цивилизованном мире это одна из главных причин слепоте инфекционной, именно вирус герпеса. К сожалению, он поражает глаза. Это уже опасно, да? Это уже очень опасно. И, к сожалению, я думаю, в практике любого врача-офтальмолога это такая постоянная группа пациентов, которые, к сожалению, он также рецидивирует и также опасен. Поэтому сейчас, если мы опять же говорим о вызове времени, герпес является вызовом времени. Хотя эта инфекция давно известная, но по-прежнему с ней достаточно трудно бороться. Если в мире изобретены вакцины от очень многих серьёзных заболеваний, сейчас опять, слава богу, повернулась эта антивакцинная пропаганда пошла всё-таки на убыль, да, человечество стало осознавать весь риск возвращения той же кори и других давно забытых инфекций, то пока с герпесом так легко не удаётся бороться. Хотя как раз в Америке уже создана и принята к употреблению вакцина как раз кроме против вируса герпеса Зостера, то есть опоясающая, и рекомендована к обязательной вакцинации как раз пожилого населения Америки. То есть после 60 лет рекомендуются в падении. Падение иммунитета, видимо, и начинается. Падение иммунитета, когда он начинается. А вот проблемы как раз вируса герпеса Простова, я вот как раз сейчас тоже занималась этим вопросом, поскольку у нас тоже есть такие пациенты, 30 лет не могут пока учёные создать эффективную вакцину, но работы идут. Поэтому, когда мы говорим об этом, мы тоже не забываем. И, конечно, ещё раз люди, поскольку знают, человек должен быть хотя бы предупреждён о том, что с этой инфекцией надо бороться, есть теперь медикаменты подавляющие, это различные медикаментозные средства, которые, слава богу, появились тоже в последние годы и доступны в Латвии. Не шутить с этим, и если возникают какие-то жалобы, на фоне, скажем, там вот герпес на губе появилась какая-то непонятная резьболь в глазах, не откладывать визит к врачу и обязательно вовремя появляться, поскольку это серьёзная... И в вашу клинику тоже можно обращаться с этим? В любую, и в нашу в том числе, конечно. Конечно, но это серьёзная проблема, и офтальмология очень борется за то, чтобы помочь и спасти зрение людям, пострадающим такой инфекцией. Вот что касается всё-таки, чтобы закончить по первой части по близорукости, как вызов времени, если всё-таки родители наблюдают, что у ребёнка ухудшилось зрение, разные есть признаки этого, нервные, не может сосредоточиться, болят глаза. Пора, видимо, идти всё-таки к врачу. И я так понимаю, что у вас тоже есть детский офтальмолог. Врачу надо идти в плановом порядке, не ждать, пока у ребёнка появятся жалобы. Есть определённые критерии, по которым уже врач может определить, что ребёнку угрозит развитие близорукости, даже когда ещё её нет настоящей. Поэтому мы призываем ходить на профилактические осмотры. Есть они разработаны нормативы, это, скажем, проверка зрения новорожденного смотрит ещё в роддоме, потом в год, в три, в пять, обязательно перед школой. И уже, даже если у ребёнка нет жалоб, ежегодно школьник должен быть проверен на выявление даже ранней близорукости для того, чтобы вовремя заняться этой проблемой. И, говорю, когда будет доступна в Латвии, пока ещё её не акцептировали, вот такая терапинизация, скорее всего, это будет тоже очень эффективным для борьбы с такой массовой проблемой. Да, и, конечно, если мы завершим сейчас это наше вступление двумя темами, то, конечно, я призываю не только сегодня решать вопрос профилактики, но и я считаю, что и семейные врачи, и офтальмологи, они всё-таки должны более активно обращаться к населению, которое входит в их регион, и практически постоянно напоминать через средства массовой информации или через распространение каких-то работ письменных населению о том, что всё-таки дело здоровья – это дело, которое находится в руках самого населения. Это точно. Да, вот мы говорили о таких двух вызовах времени. Я думаю, что сейчас у нас будет небольшая пауза на рекламу, буквально пару минут, потом мы продолжим, поговорим, я так понимаю, и о других актуальных вызовах времени. О чём вот для интриги, скажите, для затравки? Ну, мы, конечно, поговорим о проблеме, которая называется проблема сухости глаза, проблема сухого глаза, от которого тоже очень много жалоб и проблем, и нарушений вплоть до потери зрения. И, если успеем, немножко поговорим о глоукоме. Не переключайтесь, небольшая пауза на рекламу, потом вернёмся в студию. Два врача-офтальмолога, Илья Саламатия, Яна Гертна у нас сегодня в студии, и мы говорим о вызовах времени, вот говорили о таких двух очень важных проблемах, вот и сейчас поговорим, может быть, и ещё о бичи нашего времени, ну, может быть, не знаю, начнём нас с глоукомы. Итак, глоукома. Глоукома – это одно из основных заболеваний, которое напрямую ведёт к слепоте. Глоукома, как сказал мой коллега, это то заболевание, которое не даёт ни болей, ни других каких-то субъективных симптомов, и человек даже может не знать, что у него глоукома, и что он уже ослеп на один глаз. Потому что мы всегда смотрим двумя глазами, и только случайно, закрыв здоровый глаз, человек может понять, что у него что-то произошло со вторым глазом, и он уже теряет зрение. Глоукома – это бич сегодняшней офтальмологии по одной простой причине – возврата назад нету. То есть, если потеряно что-то в результате этого заболевания, то вернуть назад потерянное невозможно. Нету таких препаратов и нету таких средств, нету такой хирургии, которая бы помогла что-то вернуть назад. Глоукома, прежде всего, это заболевание зрительного нерва. То есть, представьте себе розетку, провод, который идёт от розетки к электрической лампочке. Так вот, если мы перережем провод, лампочка не загорится. Хотя ток есть, лампочка, всё в порядке, но провод не работает. Так вот, зрительный нерв – это тот же провод, по которому идёт информация об окружающем мире в кору головного мозга. И если эта информация на этом этапе прерывается, мы видеть не можем. Глоукома – тоже генетически обусловленное заболевание. И практически вероятность заболеть глоукомой в семьях, где есть уже история этого заболевания, составляет примерно 75%. Это очень высокий риск заболевания. И поэтому, конечно… Скорее, да, чем не, что называется. Поэтому, конечно, сегодня во главу угла ставятся в первую очередь скрининговые профилактические осмотры населения. Другого пути предотвратить глоукому, другого пути найти глоукому у пациента, когда нет ни болей, нет ни каких-то других признаков, нет. И, естественно, сегодня мы основное внимание, говоря о профилактике этого тяжелейшего заболевания, должны говорить в первую очередь о скрининге, о возможности профилактических обследований. Это первое. Второе. Конечно, меня очень часто спрашивают, а вот прооперировать глоукому, что мы этим добиваемся? Так вот, операции при глоукоме сводятся только к одному. Понизить внутриглазное давление, которое является одной из только симптоматических черт этого заболевания. Это не является даже основной причиной, не является даже основной патогенетической составляющей этого заболевания. Но, тем не менее, внутриглазное давление, конечно, играет определенную роль в развитии и прогрессировании этого заболевания. И понятно, что для каждого человека этот порог чувствительности к внутриглазному давлению разный. Поэтому бывает глоукома с высоким давлением, бывает глоукома с нормальным давлением, бывает глоукома и с низким давлением. Казалось бы, у человека нет внутриглазного давления, оно понижено, а изменение зрительного нерва налицо и прогрессирует. И связано это, в первую очередь, конечно, с другими факторами, которые могут быть основой этого заболевания, а именно это нарушение кровообращения в системе зрительного нерва или изменение градиента между двумя давлениями – внутричерепным и внутриглазным. Но результат от этого не меняется. Результат, конечно, от этого не меняется, и поэтому, естественно, очень важно в этом случае все-таки вовремя обнаружить это заболевание и вовремя начать лечение. Лечение, кстати говоря, нельзя прерывать ни на минуту в течение всей жизни. Можно сказать так, что глоукому нельзя вылечить пока что. Пока что. Но ее нужно лечить. Может быть, пока ее поддерживать, может быть, через лет 10-15. Ее нельзя вылечить, но ее нужно лечить обязательно. Пациенты, часто использующие глазные капли, они знают, что они ведь ничего не улучшают. Пациенты часто, начав, придя первый раз, скажем, к офтальмологу, мы поставили правильный диагноз, назначили правильное лечение, и тут он покапал один пузырек, лучше ему не стало, хуже ему, может быть, тоже не стало. Думают, а, он не ощущает ничего. И он забросил это неинтересное занятие. Да, особенно если он пожилой, и ему вообще это тяжело делать, то так тем более он забросил. Поэтому очень часто врачи, офтальмологи сталкиваются с той проблемой, что все равно их назначение не выполняется пациентами. Поэтому что можно донести вот так, через резство массовой информации? Это будьте внимательны к своему здоровью, если мы говорим о глоукоме, особенно если вы знаете, что ваши близкие родственники по прямой страдают этим заболеванием, ваши бабушки, дедушки или родители, обязательно ходите на скрининговые осмотры в поликлиники, в глазные центры, в которых есть соответствующее оборудование. Потому что, все-таки, слава богу, в наше время, живя в Латвии, мы можем получить достаточно квалифицированную помощь практически везде. Почти все глазные кабинеты оборудованы таким специальным диагностическим устройством, как когерентный томограф. Это прибор, позволяющий на очень ранних еще стадиях, когда действительно нет особых жалоб, выявить изменения в зрительном нерве, изменение количества нервных волокон. Также можно сделать поле зрения, проверить человека, потому что глоукома характеризуется сужением, превращением поля зрения в трубку со временем, вплоть до полного исчезновения. То есть есть очень характерная симптоматика. И тут можно поговорить о том, что уже во многих странах скринингом глоукома занимается так называемый искусственный интеллект. Это тоже интересно. И это из новостей медицины. Вот сейчас мы только что вернулись с крупнейшего съезда, который проходил в Париже. Это фактически главный съезд офтальмологов. И он называется Европейский съезд катарактальных рефракционных хирургов. Но он освещает очень много проблем. И целые разделы были посвящены искусственному интеллекту в офтальмологии. То есть фактически со всего континента съезжаются специалисты. Не только с континента, очень много и американских специалистов. Это один из главных мировых съездов, скажем так. И что хочется сказать, что это тоже новость, которая появилась. Вот что новое в медицине произошло? Глоукома по-прежнему неизлечима. Да, добавляются какие-то новые препараты. Близорукость пока неизлечима. Мы только научились ее лучше там понимать. Но не можем пока остановить. К сожалению, герпес пока тоже не лечится. Хотя появились новые препараты. Но все-таки избавиться от этой инфекции пока человечество не научилось. Появился искусственный интеллект. Вот это новенькое, да? Года два как? И не так давно. На самом деле, когда на каждом съезде целые большие разделы конференции отводятся именно рассказам об искусственном интеллекте. Что это такое на сегодняшний день? Это фактически скрининговые компьютеризированные системы, которые позволяют обследовать массу населения и выявить по совокупности каких-то изменений, скажем, поставить диагноз. Не только глоукома идет речь. По алгоритму. По определенным алгоритмам. Но это действует без врача даже? Это фактически позволяет, используя компьютер, заменить в какой-то степени. Это программа, которая обсчитывает. Мы не можем заменить врача. Нельзя заменить. Но каждый врач, нам не хватает врачей, во всем мире их не хватает. Не только в Латвии, не думайте. Не хватает их нигде, нигде, нигде. Поэтому и нужны машины, позволяющие сделать массовое обследование и по совокупности данным выявить группы людей, скажем, страдающих тем или иным заболеванием или хотя бы находящихся в зоне риска. Вот для чего это надо. Вот что такое искусственный интеллект во медицине на сегодняшний день, чтобы было понятно. Вот сделали, например, исследование может делать не только врач, а, например, его помощники, там, средний медперсонал или оптометрист. Вот они посадили к аппарату. Исследование очень автоматизировано. Пациент только смотрит, не моргает там в нужную точку. Вся эта информация записывается, и компьютер ее может обработать. А врач уже потом, увидев готовый результат, может выводы, например, начать лечение. Вот такая идея, вот так она просматривается нам для того, чтобы вовремя выявлять заболевания в массах, именно в каких-то массовых исследованиях. Да, и сегодня такие компьютеризированные системы созданы для, например, определения основных патологических моментов при синдроме сухого глаза. Такая же система интеллектуальная, роботизированная, создана для того, чтобы выявить первые стадии, начальные стадии глоукоматозного процесса в глазах пациента. Ну и такие же системы построены для того, чтобы выявлять тоже бич сегодняшнего времени. Это дегенеративные заболевания сетчатки человека, связанные с возрастом. Когда люди пенсионного возраста теряют центральное зрение, которое всю жизнь давало им возможность читать, писать, смотреть передачи, и вдруг оно пропадает. Поэтому, конечно, это направление медицины будет постоянно развиваться. И, конечно, врача никто не заменит, потому что все-таки сделать выводы и поставить диагноз на основе всех полученных данных может только человек, поскольку он в первую очередь несет ответственность за то, что получено и назначено какое-то лечение. Ну и, с другой стороны, эти системы призваны облегчить работу медицинского персонала, заменить на каких-то этапах этот медицинский персонал. И, конечно же, включить дополнительные мощности, дополнительные силы для того, чтобы врачи могли посвятить свое рабочее время, может быть, более тяжелым, более таким пациентам серьезным, которые требуют глубокого и более детального изучения и внимания. Ну вот если говорить еще о вызовах времени, вот уже профессор упомянул, это, конечно, проблема сухого глаза. Я как-то задумалась, потому что никакой оборот наркотиков не дает такой прибыли, как торговля искусственной слезой. Зайдите в любую аптеку, зайдите даже в любой теперь супермаркет, особенно в Америке. Это целые стеллажи, устроены, уставлены пузырьками с различными видами искусственной слезы. Без рецептурных. Они без рецептурные, они доступные, они стоят очень, и не слабо, я бы сказала, 10-15 евро стоит пузырек с искусственной слезой разного содержания. Там обычно находятся какие-то компоненты, которые встречаются в естественной слезе, например, это всегда гиалуроновая кислота или какие-то липидозамещающие вещества. Потому что слеза – это не водичка, чтобы было понятно. Что такое слеза вообще? Вот впервые человечество вдруг взяло микроскоп, посмотрело, изучило, что же такое слеза. А мы-то всю жизнь думали, что мы плачем там, я не знаю, водой плачем. Ну, конечно, вы говорите, вот ничего страшного. Оказалось, что слеза – это очень сложная и очень нужная организму вещь. Что это такое? Это особый состав, созданный различными компонентами нашего глаза. В данном случае слой воды, слой слизи и слой липидов. Липиды – это сверхняя жировая пленочка, которая не дает этой слезе испаряться. И вот если по каким-то причинам чего-то не хватает в этой слезе, то возникает та самая проблема сухого глаза, которую, опять же, мы все наживаем абсолютно 100%. Это люди, носящие линзы, перенесшие какие-то глазные заболевания рано или поздно, те же конъюнктивиты, и все работники офисов, умственного труда, все, кто сидят возле экранов, все, кто сидят в офисных помещениях, в помещениях с искусственной кондиционированной вентиляцией, помещения, которые отапливаются, все сушит глаз, все разрушает эту чудесную слезную пленку. Поэтому производителям фармкомпаний не надо, говорю, быть наркоторговцем. А вот значит ли это, то, что вы сказали, что всюду можно купить, из этого можно сделать вывод, что это действительно бич? Вот так, как вы сказали по поводу безорукости, сухость глаза, действительно это достигло таких масштабов пандемии? Ну, особенно это касается сегодняшней урбанизации, то есть это касается жителей, в первую очередь, городов. Потому что жителей сельских районов это касается меньше, поскольку загрязненность атмосферы и, собственно говоря, вообще образ жизни у людей городов, население городов, конечно, резко отличается от жителей сельских районов. Но, тем не менее, и там сегодня тоже встречаются проблемы с сухостью глаза, особенно в зимний период, тогда, когда появляется паровое отопление, воздух в квартирах становится сухим, и, безусловно, это вызывает очень быстрое испарение влаги от слизистой глазного яблока, и таким образом это вызывает сухость. Но на это надо реагировать? Или это из серии, как вы сказали, тоже ничего не болит, вроде можно ходить? Нет, обычно это болит. Вот как раз сухой глаз – это то, что доставляет дискомфорт. Дискомфорт. Поэтому на приемах офтальмолога, теперь, наверное, половина людей пришедших с какими-то жалобами, это будут люди, которые в той или иной степени жалуются именно на этот сухой глаз. Очень много ведь работников, банков, вообще офисных работников, которые приходят, которые у меня устранят глаза, глаза краснеют. И вы с этим сталкиваетесь? Конечно, мы сталкиваемся постоянно, особенно в рефракционной хирургии. Я могу теперь сказать, как человек, который должен очень внимательно обследовать именно фактически здоровых людей, потому что на рефракционной хирургии, то есть на лазерной идут здоровые люди, мы не говорим о серьезных заболеваниях каких-то. Но вот 95% – это люди, страдающие выраженным синдромом сухого глаза, с которым тоже трудно бороться. Ну, можно ли делать лазерную коррекцию при этом? Можно, но обязательно мы должны учитывать состояние сухого глаза и назначать дополнительные медикаменты и лечение, потому что теперь сухой глаз тоже появились новые методы как диагностики, которых тоже раньше не было. Это тоже из того, если мы сегодня говорим все-таки не только о проблемах, но и о каких-то новостях в области их решения, то появились очень интересные диагностические приборы, позволяющие так точно исследовать слезу на всех ее уровнях и составляющие компонента и выбрать правильное оптимальное лечение. Это не просто закапывание слезы, это теперь такой многофакторный подход, позволяющий воздействовать на те или иные отделы глаза, именно поправляя ту проблему, которая и возникает. Или это на слой, если там не хватает липидов, на определенные железы или недостаток влаги опять чем-то восполняется. Поэтому, опять же, призываем людей, у которых такие проблемы есть, не запускать их, а приходить и делать как углубленную диагностику сухого глаза, так и своевременно начинать лечение. Вот наши радиослушатели по системе WhatsApp тоже такой вопрос задали, видимо, больше такой научный, что вот есть две теории фокусировки глаза на объект за счет изменения кривизны хрусталика или за счет сжатия глазного яблока косыми мышцами. Какая, на Ваш взгляд, верная? Ну, однозначного ответа сегодня нет, потому что одна из этих теорий – теория Геймгольца. Вторая теория – это теория американского офтальмолога или офтометриста Шлазмана. И, в принципе, могу сказать, что теория Геймгольца нам ближе, поскольку, собственно говоря, мы не можем руководить или мы не можем напрягать косые мышцы глаза для того, чтобы фокусировать предметы, которые находятся на различном расстоянии. По сути дела, косые мышцы – они мышцы, обеспечивающие движение глаза, но ни в коем случае не сжатие глазного яблока, не сжатие стенки глазного яблока. Поэтому, конечно, эта теория должна, ну, очень быть серьезно подтверждена, обговорена и дискутирована. Я думаю, что вопрос задан не совсем корректно, если на то пошло. Конечно, никуда аккомодация, то есть способность хрусталика менять свою кривизну за счет работы целиарной, так называемой мышцы, никуда она и не исчезнет. Это абсолютно доказано, и мы ее можем теперь даже визуализировать. Очень интересно, у нас появились такие ультразвуковые приборы, которые позволяют видеть живой глаз в работе. Вот человек лежит, и мы можем увидеть, как работает его мышцы. В вашей клинике такой прибор есть? Да, и в нашей клинике есть такой прибор, это называется ультразвуковой биомикроскоп, позволяющий увидеть работу глаза, вот именно сжатие его мышцы, изменение... Это потрясающе, это было еще недоступно пару лет назад. Теперь мы можем увидеть, как работает аккомодация. Я, кстати говоря, по пути хотел бы напомнить, что мы находимся на улице Елизабета 75, телефон нашей регистратуры 20-01-69-67, и мы работаем с 9 до 7 вечера. В принципе, лучше записываться заранее, да? Да, лучше записываться заранее. Ну, также все контакты есть в интернете клиники доктора Соломатина, так что легко найти. Так вот, надо сказать еще раз об аккомодации, что есть еще какие-то другие механизмы, вот о которых, очевидно, я хотел спросить слушатель, но они не являются основными, хотя тоже все... чем дальше мы живем, тем больше ученые, исследователи, врачи понимают, что чем... мы многого не знаем, и поэтому путь познания бесконечен, будет известно. Может быть, такой последний вопрос, подытоживая то, что мы говорили. Все-таки, вот даже если мы говорим о сухости глаза, ваш опыт о чем говорит? Что если все-таки человек, страдая сухостью глаза, у него могут быть и другие нарушения зрения, не знаю, даже близорукость, или это совершенно необязательно? Человек с сухим глазом, если у него еще есть сниженный иммунитет, если у него есть заболевание соединительной ткани, он может практически потерять полностью зрение. И это связано... То есть это тоже совсем не такая безобидная история? Да. Очень часто в практике мы сталкиваемся с тем, что у людей с проблемой сухого глаза присоединяются различные инфекционные заболевания, поскольку страдает локальный иммунитет, хотя в свою очередь сказывается на прозрачности роговицы, приводит к ее помутнению, что необходимо сразу делать исследование и потом заменять роговицу на донорскую. Ну и в конечном итоге сегодня обратили внимание еще и на то, что проблема сухого глаза вызывает отслойки сетчатки довольно часто. Поэтому это очень небезобидная проблема и может приводить к полной инвалидизации пациентов. Ну там сложная цепочка, не сразу так прямо. Да, ну конечно. Последний вопрос или может быть как раз радиослушатель дает тему для следующего эфира. Интересуется радиослушатель, как избежать катаракты. У нас остается несколько минут. Я понимаю, что таких универсальных советов нет, но хоть что-нибудь скажем. Не получать по голове, не находиться в зоне радиации, оставаться вечно молодым. Не принимать гормональные препараты. Ряд препаратов, которые тоже могут приводить, иногда они необходимы, эти препараты. К сожалению, есть тяжелые заболевания, например, применение стероидов тоже может привести к раннему или позднему формированию катаракты. Хотя иногда без них при определенных заболеваниях не обойтись. Конечно, за все приходится платить. Надо сказать, что слава богу, катаракты в наши дни – это все-таки излечимое заболевание. Замена хрусталика доступна и возможна. Но сразу скажу, что нет капель волшебных, витаминных и так далее от катаракты. Даже не пытайтесь найти. Да, никакая там моча в глаза. Нет смысла того времени с помощью каких-то капелек. Гимнастика, бейтс, не бейтс, еще какие-то нарбековые. Ничего не помогает. Катаракту нельзя остановить усилием воли или правильным образом жизни. Но в то же время есть просто ряд факторов, которые обязательно приводят к катаракте, от которых мы сказали. Это травмы, это радиация, это применение определенных медикаментов. Или возрастные изменения. Потому что хрусталик – это как матросов на амбразоре. Он всегда стоит за зрачком глаза, и через него проходит весь солнечный свет, который попадает. Не хотите избежать катаракты по возможности? Защищайте свои глаза от ультрафиолета. Носите солнечные очки. Это, по крайней мере, профилактика. То есть это тоже как совет можно сказать. Обязательно. Да, спасибо большое. Ну, я вижу, что еще много вопросов. А, еще вдогонку. Медрол вреден для глаз. Медрол – это как раз стероидный препарат, который, если он назначен, очевидно, есть какие-то серьезные основания для его применения. И очень долгое применение его может привести к развитию катаракты. То есть это, в принципе, доказана такая причина, естественная связь. Если эти риски известны, но иногда приходится на них идти, скажем так. Если есть угроза жизни, угроза жизни больше, чем отказ от этого медикамента. Спасибо большое. Возрев корень. Очередной выпуск прошел. Будем встречаться вновь через неделю. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.